Сегодня 3 апреля 2021 года. Я спустя 3 месяца вновь на Тектурмассе решил посмотреть, что сделано нового за это время. Ну вот съемки начинаю прямо с моста. Вот посмотрите, что уже. Насыпь сделано. Стилизованные скалы закончили, по-моему, уже. Ну и вот далее, вдали, уже полностью очертания древней крепости. Если будет сейчас возможность, подойду, там кое-что сниму еще. Сегодня у нас замечательная погода. Наконец, после длительных дождей, ветров постоянных. Солнечный, яркий, такой теплый день. Без ветра самое главное. Так что, будем сказать, что мне повезло сегодня. Ну вот я сейчас подошел ко входу. Вот такая стилизованная арка, будем говорить. А вот так вот будет выглядеть будущая набережная. Как видим, здесь деревянный настил. Уже очертания примерно видны. Всей набережной. Ну вот сейчас я подошел, так сказать, к входу на набережную. Вот такой стилизованный вход будет. Как видите, строительство провожает. Рабочие, значит, деревянный настил. Ну вот я сейчас у главного входа. Делается для людей. Да, вы правы, делается для людей, только люди плохо относятся к этому. Только люди этого не ценят. Вот здесь это будет главный вход. Это, по-моему, для инвалидов. Деревянный настил будет. Ну, это, обратительно, такая своеобразная пещера. Очень оригинальная. Сейчас попытаюсь. Ну вот я спустился сейчас уже на эту деревянную набережную и пройду сейчас. Вот здесь вверху, как видите, стилизованная скала. Здесь уже настоящая скала. Оказывается, они по ступенькам оступился сейчас вот так. Надо аккуратненько. Вот так вот будут выглядеть подходы, так сказать, к набережной, чтобы полюбоваться нашим таласом. Вот такая вот в сеточке она, где мы так и останется. Вот здесь, как видите, дальше продолжение стилизованное. Дальше строители сказали, что будет уже не деревянная набережная, а по-другому, что там, вон там уже видно, плитками вложенная. Ну вот здесь вот сейчас до той смотровой площадки заканчивается. А там уже идет совсем другой настил у нас. Здесь уже тоже частично сделан участок. Ну вот я дошел. Дальше идет уже плитка. Сейчас. Ну вот стилизованная скала продолжается. Здесь, как видите, щебень. Видимо, здесь будет пешеходная дорожка. Что-то подняться можно будет туда. Вдали, там сказали, что это будет водопад. Ну, здесь уже сделано, как видите, работы в разгаре продолжается. Вот хозяюшка у нас, охранница собачка. Пить захотела. Спустился вниз уже. Вот, пожалуйста, беседка для отдыха. Здесь что-то будет еще. Но вот вдали, наверное, самое будет такое величественное сооружение. По замыслу проектировщиков это будет водопад. Здесь, как видите, еще очень много работы. Но уже такие отделочные. А вот вдали имитация крепости. Собственно, такая она. Так и задумано было. Ну, сейчас подниму сюда, насколько возможно. Сверху сниму. Ну вот, я поднялся немножечко повыше. Вот в этом ракурсе. Покажу, что из себя представлять будет. Будущий водопад. Снова сам уже выложено. Как видите. Сейчас поднимусь наверх, сверху в обзор. Лестницы, как видите, уже сделаны. Вот несколько секунд в этом ракурсе. Покажу. Здесь будет еще что-то укладываться. Вот наверх поднимается, пожалуйста. Ну, вот здесь, как видите, тоже будет проход. Отсюда можно будет любоваться водопадом. Вода закачиваться, конечно, будет. Будет, видимо, очень красиво. Ну, вот я сейчас поднялся на верхнюю площадку. Где такое своеобразное будет. Озерко немного. Накопитель воды, видимо. Вот, видите, трубы. Закачивать воду в столаса, конечно, будут. Ну, и потом будет туда выливаться вода. Посмотрим, что получится из этой затеи. Ну, вот еще отсюда несколько секунд. Посмотрите сверху. Вот она, стилизованная крепость. Там тоже уже стены все сделаны. Походит к окончанию строительства. Ну, вот я сейчас подошел к этой. Наверное, какая-то будет смотровая площадка. Площадка идет, что там озерко. Ну, вот сейчас, ребята, что делают? Красят. Эти стилизованная. Краска такая. Ну, вот я сейчас на будущей смотровой площадке. С которой можно будет посмотреть на этот водопад. Как мне сказали строители, вода будет сверху стекать. Там кнопка скапливается. И находит, что я хочу идти опять наверх. В голову подвесной водопаде. Вот еще несколько секунд. Такой ветер. У нас самая такая главная доступ, примечательность, стектур массы. Аули-Ата. 11-12 век. Вот сейчас я поднимусь туда. Сделаю обзорную такую небольшую съемку. В конце своей такой небольшой экскурсии. На самой вершине этого холма, где стоит вот эта величественная статуя. Вот я сейчас ее снизу вверх вам покажу. Вот такая вот она. И здесь, обратите внимание, все стилизовано. Огромнейшая площадка. Ну вот, это будет заключительная моя видеосъемка с высоты холма. Обратите внимание, в этом году у нас столько снега на этих вершинах. Раньше я этого не замечал. Прекрасно будет, значит, вода, ледники таять будут. Ну что ж, вот на этом мы и закончим. Нашу экскурсию по Тектурмасу на 3 апреля 2021 года. Ну вот вдали еще посмотрите. Вид на город. Ну на этом вот вверху поднялись люди. Заходят сюда теперь и обозревают окрестности. Ну что ж, пока. До новых встреч. Я еще общий обзор вот такой сделаю. Как видите, там стилизованные оставили естественные скалы. Это я снимаю уже с противоположного берега Таласа. Сейчас пройду до середины и там сниму более таким крупным планом. съемку с противоположного берега. Вот сейчас до центра иду и там еще сниму стены крепости. Ну вот и дальше я продолжаю. Обратите внимание, воды Таласа чистая вода идет. Обычно мутная была вода. Возможно такая будет постоянно. Общий вид будущего водопада и стен вот этой стилизованной крепости. Сейчас дойду до конца еще там сниму структуру. Ну вот я и дошел до конца до стен древней крепости. Вот здесь стилизованный так и как бы якобы ход крепости. Но это фактически лесничная пролет и оттуда сверху можно спуститься. Вот на этом я, наверное, уже заканчиваю свое видео экскурсию. За три месяца очень много сделано нужно подытожить. Теперь будем ждать окончания строительства. Продолжение следует...